16 миллионов человек по всей стране приняли участие в торжествах, посвященных Дню Победы. В Санкт-Петербурге десятки тысяч жителей собрались на Дворцовой площади, и торжественным маршем прошли парадные расчеты и боевая техника, в том числе новейшие ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер». Главными гостями стали фронтовики и блокадники, которые пережили почти 900 дней осады. В Севастополе, главной базе Черноморского флота, в параде приняли участие более 1300 человек и десятки единиц техники – бронеавтомобили «Рысь», БТР-80, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». На улицах города Героя Тула зрители могли увидеть не только современную технику, но и восстановленные образцы времен Великой Отечественной. Собравшиеся приветствовали сегодняшних защитников Отечества и говорили спасибо тем, кто отстоял мир. В Екатеринбурге открыл парад торжественный кортеж, в котором проехали ветераны. Кульминацией праздника стало выступление боевой и транспортной авиации воздушно-космических сей.